Длинные очереди в этот день наблюдались не как обычно к прилавкам за свежим мясом или молочной продукцией. Горожане готовы были выстоять пару часов ради сладкого песка. Мы стоим в 7 часов утра, большинство пенсионеров, чтобы купить каких-то несчастных 2 килограмма. Почему создается такой ажиотаж? Я стою час 22 минуты со своими двумя детьми в очереди за сахаром. Неужели нельзя организовать хотя бы несколько рук? Желающих высказаться относительно ажиотажа вокруг дефицита сахара более чем достаточно. А вот специалисты ответственных ведомств настаивают на том, что проблемы как таковой нет. Сообщается, что в запасе имеется еще 180 тонн сахара. Сахара достаточно. В наших магазинах цена такая же. С таким объемом мы торгуем. В запасах есть сахар. На минувшей ярмарке сахар отпускали в двух точках. В продажу поступило 10 тонн сладкого песка по 410 тенге за килограмм. Глава региона Ермек Маржапаев поручил увеличить количество торговых точек на предстоящих ярмарках. На перспективу точек больше открывать надо будет. Надо рекламой заниматься. Людям надо объяснять, что если стоять на жаре, такую температуру, чтобы они покупали в наших точках, где мы продаем. Там же, Сергей, таких нет в сумме. Есть, но не на улице. На ярмарке было представлено более 40 видов продукции на общую сумму 81 миллион тенге. Общий объем там наши где-то более 50 тонн. В том числе надо хорошо отметить, что около 27-28 тонн мяса и 15 тонн молоко, молочные зелия. Да, тонны рыбы свежей. И вот здесь, если вы заметили, картошка, морковь, вот эта вот овощная отдельно стоит. Вот таком. Сегодня мы видим, что особая потребность населения в сахаре. Видим, что яйцо они хорошо покупают. Цены хорошие. Мясо вот от двух тысяч. Такие ярмарки проходят часто. Хотелось бы, чтобы один раз в две недели. Я взяла конину. На рынке дороже цены. В ярмарке приняли участие товаропроизводители из восьми районов и города Кукшетау. Вся продукция отпускалась по цене ниже рыночной на 10-15%. Синья Кубжасарова, Абзала Заматулы, Павел Соловьев, Алмаз, Садлакасов, Окшехпарат.